здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел не столько вопрос сколько крик души от елены мне 32 и исповедуюсь причащаюсь молюсь во церковь ли нас детства никак не могу выйти замуж так давайте без философских размышлений о браке воли божьей нужны конкретные действующие инструкции библия ведь сказано просите и получите просите получите почему я прошу и не получаю после лаков вам бы ответил он так и пишет прости не получаете потому что почитать у собор на послание расскажите про реальные примеры кто вымаливал мужа и получалось у жена моя искренне так истово прокричала скорее чем промоли чем помолилась господу богу помолилась петру февроне и на следующий день пришел к ней в гости ну не к ней к ее маме я с не это был на несколько лет больше знаком и вот вам реальный пример но продолжаю читать ваш вопрос в ютюбе искала ответ там большинство роликов на эту тему отлученных от церкви священников и видим с картами буду благодарна за конкретные рекомендации истории я и миллионы отчаявшихся женщин дорогая елена и миллионы отчаявшихся женщин чтобы дать конкретные советы и рекомендации необходимо все таки посмотреть вам в глаза и уйти от ответа потому что за наш ответ вы можете наши глазки нам выцарапать чаще всего проблема в том что по статистике на 10 девчонок приходится 9 ребят а то и еще меньше а то вообще не приходится если ты живешь где-нибудь богоспасаемым иванова или работаешь условно говоря на подводной лодке где нету мужского коллектива а если есть все женаты а если не женаты какие-то странненькие мужики то сейчас перевелись мы не соответствуем вашим представлениям о том какое должен быть мужчина ухти что мы свои 20-25 лет обладали всеми возможными достоинствами замечательными качествами и хорошо бы еще с квартиры в центре москвы ну ладно не в центре хотя бы в золотой миле от кремля но если не богатым и обеспеченным то хотя бы адекватным адекватных немного даже я про себя такое сказать не могу что же про другие говорить поэтому дам один простой совет святоотеческий по сути своей доставайте ваши записные книжки пишите запоминайте будьте проще как говорят все мы незамужние женаты и друзья которые хотели бы жениться что-то никак не получается такая же проблема как у вас и миллионов отчаявшихся мужчин сложный очень женщины пошли очень сложная я не буду развивать эту тему объяснять в чем сложность но я с ними согласен есть такая проблема а для женщин мужчины слишком простые мне не я с этим тюфичком жить точно не буду подожду кого-нибудь получше и с кем бы я не общался из незамужних женщин кому там уже далеко за сколько-то там в принципе были у них хорошие пары и неплохие ребята и жизни встречались но не нас не соответствовали их идеалам чаще всего родители говорили рано 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 надо выучиться надо устроиться на работу этот парень тебе не достоин так далее и тому подобное наверное большинстве случаев в половине так точно родители очень сильно повлияли на ваши отношения с вашим возможным будущим супругом но дальше чем ты старше тем больше понимание того что с этим человеком брак будет сложный и поиск адекватного мужчину проблема то что адекватных принципе наверно вообще не существует так или иначе нам надо друг по друга подстраиваться и воспитываться друг от друга брать лучшее супруги брать лучшее от супруга от зима обогащаться а все плохое несносное глупое и сложное оставлять позади и так глядишь лет за десять уже ранние браки кристаллизируется во что-то достойно или как мы говорит как говорит мой духовник за 25 25 лет помучаешься а потом будете души в друг друге не чайте оптимистично дам правда ну где-то так оно есть 15-25 так прямо чтобы стать по словам спасителя вдвоем вплоть едино и это понимаете осознавать на всех уровнях своего человеческого естества четверть века пожалуй должно пройти что еще добавить вся эта сложность вся эта сложность в общении высокомерность завышенные ожидания это все то что мешает нам выйти замуж и жениться все что говорю касается обоих сторон но я вас уверяю хороших адекватных парней скажем году все меньше и меньше поэтому с одной стороны хочется сказать выбирайте из того что есть с другой стороны лучше быть одной чем жить с кем попало потому что есть ребята которые совершенно не поддаются никакой дрессировки хотел сказать воспитания никакая педагогика не работает надо понимать среду в которой он вырос может 25 годам сформироваться так железобетонная что какие-то странные идеи и образ мыслей жизни топором вырубать придется очень долго так что вы не огорчайтесь от того что к 32 годам не получается выйти замуж хорошо что вы за эти годы не вышли три раза замуж неудачно это тоже надо иметь ввиду а то скажите но батюшка сказала бы выйти там до 25 а там разберем все же не надо сломя голову я знаю грустные истории которые действительно начинались таким образом выйдем замуж там разберемся но что-то не складывалось так что помолитесь господу богу да вы просили что я так не говорил но я все равно скажу только не так как вы написали просите даст его на мне не дается почитайте евангелие от луки как-то написано даст бог духа святого просящим у него поэтому вы как-то забываете что именно надо просить фразу сказали но не до конца будете в духе святого люди к вам потянутся не бойтесь связать семью с человеком который не по всем параметрам является принцем с вашей точки зрения главное что был трудолюбив ответственен умел любить прощать уважительно относился тем кто как ему кажется и как вам кажется ниже по социальной лестнице по возможности крайне желательно конечно был православным христианином там потихонечку все наладится бог помощь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео я я я я я я Продолжение следует...